Дорогие братья и сестры, смелый человек решительный. Я хочу привести несколько примеров решительности святых, когда они с твердой решимостью и смелостью и шли к Богу, и шли на подвиг, и Господь помогал им. Всю жизнь потом они держались того решения, которое приняли один раз и на всю жизнь. Они держались того подвига, к которому они пристали единожды и больше с него не сходили. Итак, преподобная Ксения Петербургская, один раз она решилась раздать все свое имущество, одеться в мужскую одежду и юродствовать, называя себя мужским именем. В этом подвиге она прибыла до конца жизни, претерпев все. С решимостью она взялась за этот подвиг и, с твердой верою, прибыв в этом подвиге и упованием на Господа Бога, она стяжала венец жизни, венец блаженства. Второй пример решимости преподобная Мария Египетская. Мы видим ее жизнь до подвига, до того, как она ушла в пустыню, это постоянный грех, но потом твердая решимость так больше не жить. Переход через речку Иордан в пустыню и полностью новая жизнь. Один раз она со смелостью взялась за новый подвиг, новую жизнь в суровой аскезе, в посте, молитве, в покаянии, прибыла в этом подвиге до конца жизни и получила венец от Бога, нетленный венец вечный. Далее, братья и сестры, суровейший подвиг преподобного Иоанна Многострадального, который закопал себя по грудь в землю. На первый взгляд это кажется вообще самоубийством, закопать себя по грудь в землю до тех пор, пока страсть от тебя не отступит. Многие могут сказать, так же можно и заболеть, не просто заболеть каким-то простудным заболеванием, но и все кости могут заболеть, весь организм может заболеть и умереть от такого сурового подвига. Но Бог прославил своего угодника, благословил его подвиг и через 40 дней он получил полное очищение своей плоти. Но в этом подвиге он так и остался до конца своей жизни, хоть и получил исцеление, потому что дал Богу обет, что он с этой ямой уже больше никогда не выйдет. В таком подвиге он остался до конца жизни. Итак, святые отцы с решимостью брались за подвиг и не отступали от него. Да, были такие моменты или даже примеры, когда святые отцы давали обед на какое-то определенное время, на несколько дней, на неделю, на месяц, на год. И такие знаем примеры. Но чаще всего они вступали на подвиг до конца своей жизни. И через эту решимость простые люди становились святыми. Грешники очищались и становились святыми. Именно вот эта решимость и смелость делала их святыми. С решимостью и смелостью Саня Петербургская отказалась от всего и стала святой. Мария Египетская, Иоанн Многострадальный и все, все святые отцы и преподобные с решимостью брались за подвиг. С решимостью от всего отказывались, брались за посты, за другие подвиги. С решимостью они вступали на этот подвиг и проходили, переплывали это бурное море борьбы духовной и приплывали в пристань бесстрастия с помощью Божией. И говорит преподобный Исаак Сирин, когда человек с надеждой ввергается в это бурное море духовной борьбы, то Бог помогает ему и он переплывает. И потом уже, обернувшись назад, с ужасом смотрит, как он смог это все переплыть, как он с помощью Божией все это одолел. Надежда, надежда на Бога ввергает человека в это море, море духовной борьбы. И надежда его поддерживает. Надежда помогает ему перебраться через это бурное море и добраться до пристани бесстрастия и Царства Небесного. Надежда. Если бы у человека не было надежды, веры в Бога, твердой решимости, у него бы ничего не получилось. Некоторые люди говорят, что смиренный человек за большие подвиги не берется. Смиренный человек знает всему меру. Смиренный человек скажет себе, да куда мне до этих подвигов, я человек простой, маленький, грешненький, мне бы и свой бы язык обуздать, свое чрево, да и на том хватит. И того мне достаточно. Они говорят, что смиренный человек никогда за такие подвиги браться не будет. Будет лечиться, будет жить по-простому, как обычный человек себе. Только быть себе такой тихенькой, маленькой, серенькой мышкой. Вот такое у них учение о смирении. Они говорят, что смиренный не выделяется. Смиренный тихонько себе делает свой подвиг, себе тихонько молится. Такой, как все на первый взгляд. Но там где-то внутри душа борется со страстями, пытается быть совсем другим человека внутри. А так на вид не показывается, что смиренный человек и лечится, и не подвижничает сильно, и на большие подвиги не берется. Братья и сестры, на мой взгляд, это лжесмирение. Потому что, если так мыслить, тогда нужно назвать гордецами и Гавриила Ургибадзе, и всех столбников, и всех затворников, и Василия Блаженного, и всех преподобных отцов, которые себя затворяли, которые вериги носили, всех их нужно назвать прельщенными и гордецами. И, к сожалению, так многие и называют. Например, преподобного Иосифа Исихаста при жизни считали прельщенным. От него все шарахались от фанатика и прельщенного. И только от пользы его смерти была открыта, какую огромную благодать и прозорливость, и силу духовную он имел. Так что его духовные чадо стали настоятелями монастырей по всему Афону. А его духовное чадо Ефреем Филофейский основал около 20 монастырей в Америке. Вот такая была благодать у преподобного Иосифа Исихаста. Преподобного Силуана Афонского также считали прельщенным. Думали, что у него не все дома, что он какой-то ненормальный. Только после его смерти признали, что он действительно истинный святой. Вот так, братья и сестры, обычные люди смотрят на подвиги святых отцов и при их жизни. Считают их гордецами, считают их ненормальными и думают, что смирение не такое. Смирение совсем другое. Братья и сестры, проблема в том, что они и близко, они знают, что такое смирение. Они придумали сами себе, что такое смирение, но это не есть смирение. Серафим Саровский 4 года лежал в больнице отказываться от лечения, пока Матерь Божия не пришла, его сама не исцелила. Разве он гордец, что отказывался от лечения? И другие святые отцы также поступали подобным образом. Разве все они гордецы? Братья и сестры, нужно признаться, что мы и близко не знаем, что такое смирение. Поэтому нужно склонить голову перед святыми отцами и не называть их гордецами. Если чего-то мы не понимаем, то нужно прожить у Бога мудрости и не осуждать никого, кто находится в подвиге. Преподобный Иоанн Лесвич говорит, что смирение дается уже тем, которые прошли всю лестницу борьбы со страстями, который одолел все страсти, который исполняет все заповеди Божии. Только тогда им дается одеяние Божества, святое смирение. Вот насколько оно свято и непостижимо. Это одеяние Божества, святое глубокое и истинное смирение. Итак, всем нам нужна твердая решимость, упование на Бога, что Господь нас не оставит. Нет, смелость, желание лучше умереть, чем согрешить. Твердая решимость, или я побежду эту страсть, или я убью ее в себе, или эта страсть убьет меня. Больше я так жить не хочу. Вот с такой решимостью преподобный Иоанн Гастрадальный и взялся за свой подвиг, закопав себе землю по груди. Он сказал, или эта страсть плотская убьет меня, или я убью эту страсть. Но, братья, если за такой твердой решимостью войны, борьбы, человек и вступает на подвиг. Или она убьет меня, мою душу, и вернет мне в гиену огненную, или я убью ее, даже если нужно будет с этим и уменьшить количество лет своей жизни. Пускай лучше я проживу несколько месяцев в твердом суровом подвиге и поста, и в день, и молитве, чем прожить сто лет, но отдавая страстям, похотям и будучи слугою сатаны и дьявола. Святые отцы так и жили. Затворяли себе в затворе, не боялись они болезни, смерти, они были готовы умреть сегодня и сейчас. Они думали, что сколько лет нужно прожить и тому подобное. Они говорили, лучше прожить несколько месяцев в суровой борьбе со страстями, чем прожить много лет, отдаваясь этим страстям и похотям. Вот так, братья и сестры, решимость. Лучше умереть, чем согрешить. И преподобный Исаак Сирин говорит, что не положит в своем сердце, что он готов умереть, готов, чтобы его жизнь закончилась, готов отдать всего себя в борьбу со страстями. Кто не положит в своем сердце, что лучше смерть, чем грех, тот и не победит. Говорит преподобный Исаак Сирин. Он не выдержит борьбы, он испугается и сломается, он сбежит с поля боя, не выдержав этой брани. Итак, братья и сестры, не нужно бояться смерти, нужно бояться греха. Поэтому Господь наш Иисус Христос и сказал в Евангелии, не бойтесь убивающих тело, а бойтесь того, кто может и душу, и тело вернуть в гиену огненную. Твердая решимость, твердое желание всем сердцем послушать Господу Богу, твердое упование на Бога дарует Царство Небесное. Аминь.